Чтобы выиграть многократную победительницу российских и европейских соревнований Светлану Волкову понадобится сразу несколько человек. Потягаться силой с ульяновскими чемпионами смогли ребята из реабилитационных центров города. На мастер-классы по спортивным играм они пришли с большим удовольствием и энтузиазмом. Наша задача показать то, что границ нет абсолютно ни для кого, и чтобы участников движения стало как можно больше, и они поняли, что они нужны нашему обществу, что они могут тоже чему-то научить другому, научить своим умениям, научить других ребят. Мастер-классы ведут спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Своим примером они показывают, что нет ничего невозможного. Спорт открывает новые горизонты и позволяет покорять, казалось бы, неопредолимые вершины. Для инвалидов занятие спортом – это дополнительный стимул, потому что по работе может еще где-то не получиться, а спорт – это уже какое-то продвижение в жизни в целом. Вот это также, естественно, общение. Если на соревнования ездить, это уже поездки в другие города, тоже интересно, конечно, соревноваться. И когда ты побеждаешь, ты сам для себя как-то более уверенно чувствуешь. Можно сказать, признание других людей тоже как влияет. Никита Розов на мастер-классы пришел, чтобы познакомиться со своим тезком-призером паралимпийских игр в Токио Никитой Катуковым. Также юный спортсмен познакомился и с игрой на точность бочи, но в мечтах у мальчика – заниматься боксом. А что тебе нравится бокс? Не знаю, просто нравится. Там удары, комбинации всякие. Почему вообще важно заниматься спортом? Чтобы было здоровье хорошее и жить долго. Подобные мероприятия развивают силу, выносливость, моторику и боевой дух. Такие мастер-классы проходят благодаря всероссийскому специальному проекту «Спорт без границ». Светлана Карпухина, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ. Светлана Карпухина, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ.